ну что добрый день зрители подписчики я уже снимал в этих местах несколько лет назад возвращаясь назад именно к этому лесу почему здесь я заметил несколько вывесок на которых был обозначен возраст леса я сейчас обнаружил одну книгу она сейчас у меня библиотеки ссылаясь на нее не хочу обратить ваше внимание на настоящий возраст деревьев которые окружают нас ну зайдем в лес посмотрим как это выглядит но обратите внимание на высоту данного леса городская управа сна и вот такой вот памятную доску с надписью свидетели прошлого это от нашей федеральной земли баденвертенберг это город он но вот что они рисуют что у нас здесь было конечно он самый удивительная репродукция вот так выглядела местности 17 миллионов лет назад вот не знаю на каком носителе они эту информацию сняли который хранился именно 17 миллионов лет назад ну вот как гряда проходит я сейчас по кругу с ним животные которые тут у нас живут птички зайчики вот такой вот аронштаб растение у нас здесь растет вот архивная фотография очень много лет назад это выглядело здесь примерно вот так где каком месте конкретно никто ничего не указал ну и вот бобры у нас тут бегают и аиста летает ну чё идем дальше такие вот деревья по высоте не знаю тут может быть от силу метров 10-12 вот так но никак не выше вот здесь получается ложбина я нахожусь как бы в низине но предположительно на якобы была раньше затоплена но в ту сторону у нас речка или видно что часть деревьев почему-то засохла без листвы вот и местный ручей практически не движется но тут тоже хотели какую-то рамку сделать ну наверное забыли что-то прикрутить вот осталось небольшое озеро откуда сюда поступает вода но я думаю что из ключей здесь небольшая старая часовня вот у нее такие вот большие ели и сосны по высоте примерно уже метров под 15-18 вот добрался до указателя указывать сколько в какую сторону километров на велосипеде вот кстати экземпляр который хотел посмотреть надпись айхи 1890 дуб 1890 года до посадки давайте еще раз посмотрим его снизу и поднимем взгляд на самый верх ну а теперь снимем этот же дуб еще рядом с ним с другого ракурса чтобы посмотрели высоту на весь хорошо видно теперь обнаружил счет на дерево с табличкой берк а хорн 1945 это горный клен 1945 года посадки что смотрим рядом с ним стоит еще один такой же поднимая высоту до кроны ну вот и следующий экземпляр папиль 1920 папиль это тополь по-русски посадка 1920 года вот такие вот тополя помню в тульской области в моем городе где родился и вырос но только нам никто не рассказывал что эти деревья аж с 1920 года правда последнее время их там пилили все безбожно еще один такой же экземпляр тополь 1920 года посмотрите в россии у вас тополя растут рядом и примерно узнаете историю этих деревьев сколько им лет есть конечно это получится у вас вообще вот так вот красиво выглядит осенний лес в германии с тех пор как я здесь последний раз снимал прошло примерно лет пять ничего здесь абсолютно не изменилось еще один дуб только возраст его не подписан забыли подписать так еще один горный клен 1940 года но этот счет не уродился такой высокий давайте посмотрим внимательно вокруг весь лес что он из себя представляет и прикинем примерно когда эту территорию смогли засадить лесом деревья не такие уж и старые вот обнаружил еще одну памятную табличку здесь написано что это зона подтопления давайте посмотрим вода вот это вероятно речка или поднимаемся выше слой песка который лежит над слоем камней щебенки и тут более-менее немного плодородный слой повыше и все ну вот здесь вот такая интересная надпись что до 1970 года леса росли хорошо но потом какой-то грибок из америки завелся здесь и некоторые сорта деревьев просто-напросто исчезли к чему я сейчас рассказывал вам про деревья снимал лес и что я хотел вам в нем именно показать в мою библиотеку попала вот эта книга 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 называется да склуге бух умная книга данная книга была напечатана в 1952 году и издана в мюнхене в этой книге очень много интересных статистических данных описание всех стран и очень много другой полезной информации на странице 303 не обнаружил описание деревьев растущих в германии а также зависимость их высоты от возраста давайте ознакомимся с тем что утверждали в 1952 году о деревьях растущих в лесах германии я сделал перевод надписей на русский язык и на следующем рисунке вы увидите это на данном рисунке вы видите зависимости высоты деревьев от их возраста под номером 1 сосна под номером 2 ель под номером 3 ясень под номером 4 тополь через двадцать лет все породы этих деревьев достигнут высоты приблизительно в 10 метров через пятьдесят лет роста этих деревьев они поднимутся до высоты 20 метров к 120 годам они достигнут высоты 30 метров до 150 лет тополя уже не доживают так как их попросту спиливают остальным же породам деревьев может посчастливиться вырасти до 40 метров до 300 лет способны дожить сосна и ясень и достичь высоты 50 метров я вам специально показал немецкую лесопосадку в начале ролика согласно этой таблице деревья растущие там не старше 50 лет такие же таблицы определения возраста деревьев по высоте есть и на русском языке прикиньте возраст деревьев растущих около вашего дома или в ближайшем лесу вы тоже приятно удивитесь заметив что деревья окружающие вас не старше 50 70 лет но теперь о том что я хотел бы до вас донести исходя из моих сегодняшних наблюдений в этом лесу наши цивилизации на земле столько же лет сколько и деревьям окружающим нас существование человека при отсутствии леса с его флоры и фауны становится практически невозможным без посторонней помощи если кто-то верит что старый лес вырубили или его съел грибок завезенный из америки то ему пора вступить в секту свидетелей деда мороза кто и когда засел поверхность всей земли новыми лесами одновременно после уничтожения старых лесов неизвестно пока неизвестно а леса высаживают до сих пор увеличивая площади лесов по всей земле но лес сам забирает неухоженные площади бывших колхозных полей постепенно превращая их в непроходимые березовые джунгли пишите ваши версии увиденного в этом ролике в комментариях к этому видео поделитесь этим видео с близким человек на это все жми колокольчик чтобы не пропустить новые видео пишите комментарии и читайте комментарии там иногда умные люди пишут умные вещи всем добра а